Всем добрый день, кто будет смотреть в записи, так как себя буду иногда ловить, буду попадать, не попадать где-то в обзор. Самое главное, чтобы, как говорится, звук был и видеть на доске хотя бы хоть что-то. Меня зовут Светлана Булычева, я в тему здоровья пришла в 2015 году, именно по причине тяжелого заболевания своего ребенка. То есть там были поражены все абсолютно органы, все системы. И вот чтобы разобраться в теме здоровья, в восстановлении ее, мне понадобились именно эти знания, которыми я сейчас с вами делюсь. И знания действительно ценную в жизнь. Когда мы обследовались с дочкой, мне сказал об одном волшебном показателе внутренних сред врач-реаниматолог, который ее как раз-таки и обследовал. Вот он тогда сказал сразу ценную в жизнь. Если восстановить ВАЖ организма до состояния 7,43, то организм, как самовосстанавливающая система, полностью восстановится. Вот это жизненно важный показатель внутренних сред. Когда человек уходит в сторону закисления, тогда и происходят все заболевания. То есть вот надо понимать, нету диагнозов. То есть диагнозы сами для того, чтобы просто саккумулировать снятие симптоматики. То есть это понимание врача и представителя аптеки. Все. Вот они друг другом на одном языке разговаривают, уровень снятия симптоматики. Но диагноз и уровень врачебный, медикаментозный – это тупиковый. То есть это надо четко абсолютно понять. Как только ушли в сторону закисления внутренние среды, как только наступило обезвоживание, интоксикация, нехватка макро-микроэлементов – вот это и есть болезнь. И наша задача привести наш организм в соответствие, то есть почистить внутренние среды, привести их в порядок. Тогда мы станем здоровыми. Важно помнить, что организм – самовосстанавливающая система. Убрать ненужное и добавить архиважное. Вот на этом строится все понимание нашего здоровья. Наша задача построена не только для тех, которые уже имеют огромное количество заболеваний, тех или иных диагнозов. Снятие острых симптоматик – это врачебная тема. Но наша задача – туда никогда не попасть. А если уже попали, то каким образом восстановиться? Вот как раз эти знания вам помогут выйти из состояния болезней, восстановиться и в дальнейшем туда не попадать. То есть профилактика темы здоровья. У нас 12 месяцев в году, 12 систем и 12 причин заболеваний. Если всего на 4 воздействуем, то мы уже приходим к состоянию здоровья. И самые основные причины всех болезней – это психосоматика. Первая причина всех заболеваний – психология. Психосоматическое состояние, то есть сначала родилось слово, потом все остальное. Вот здесь то же самое. Сначала мы мыслями создали себе это заболевание. И можно загуглить диагноз психосоматика этого заболевания. И вы поймете, какими мыслями, какими действиями вы создали себе изначально эту болезнь. Если мы говорим о детях, то это первое взаимоотношение мамы с окружающим миром. Мамы с собой. Поэтому здесь не ребенка надо психосоматику убирать, а психосоматическое состояние мамы. Это важно тоже понять. Поэтому это зона ответственности каждого человека самостоятельно. Мы ее не разбираем. Но тем не менее, вы должны об этом знать и идти как с первопричину. Вторая причина всех заболеваний – это вода, а болезни, обезвоживание. Если мы говорим о болезнях обезвоживания, что это такое? То есть насколько важно для нашего организма вода, как только уходим в сторону обезвоживания. А мы на сегодняшний момент разучились пить воду. У нас есть абсолютно все замещающее воду. Чай, соки, компоты, различные виды напитков. Я уже не говорю колы, фанты, энергетики. То есть человек пьет все, кроме воды. В этот момент усугубляет ситуацию своего состояния. Когда человек обезвожен, то, соответственно, запускаются уже процессы заболеваний. Если мы говорим о головной боли, то это интоксикация, вязкая, густая кровь. Если мы говорим высокое давление, вязкая, густая кровь, которую вынуждена качать наше сердце, единственный насос нашего организма, нагнетая давление, проталкивая эту вязкую, густую кровь. Для того, чтобы обеспечить кислородом, питательными веществами все абсолютно органы и ткани. Если недопоступят питательные вещества, кислород и кровь в органы и ткани, любых конечностей, либо реально органов, то тогда начнет отмирание тканей. И на сегодня есть такая тема, ладно, заболевание почек рассмотрим, но усыхание почек, усыхание почек у детей. То есть представляете, насколько обезвоженный процесс уже запущен, усыхает орган. Поэтому важно пить воду и определенного качества, биодоступную, ту, которая зайдет в нашу клетку, для того, чтобы запустить все абсолютно функции нашего организма. Когда недостаточно воды, то, соответственно, плохо работает желудочно-кишечный тракт. Не допоступает желчь в достаточном количестве. Желчь вязкая, густая становится. И когда ее малое количество поступает в пищеварительный тракт, соответственно, недопереваренная пища, токсичная, скапливается в кишечнике. А это все, опять же, всасывается через кишечник в кровь. Вязкая, токсичная кровь фильтруется нашими почками и печенью. Вот откуда, опять же, заболевание. И нету как бы возможности, то ли целесообразности лечить печень или почки, пока мы не наведем порядок в нашем кишечнике, пока мы не наведем порядок в пищеварительной системе, пока мы не уберем обезвоживание. Это надо четко понимать. И, опять же, когда недостаток идет воды, то образуются камни в желчном пузыре, камни в почках. То есть что такое камни? Это выпадающие в осадок высокая концентрация солей. Почему выпадающие в осадок? Почему высокая концентрация солей? Потому что обезвожен организм. То есть вот этот процесс камни в почках и камни в желчном – это состояние обезвоженного организма. И смысловая нагрузка удалять камни – нет. Удалите камень – процесс запущенного обезвоживания. Будет точно так же образовываться опять камни, как если вот люди постоянно идут дробить камни. Смысловой нагрузки в этом нет. Он опять попадет на операционный стол. Причина не убрана. И когда человек убирает именно обезвоживание, тогда этот процесс останавливается и идет восстановление. Вот это важно сейчас понять. Чем опасна интоксикация? Чем опасна обезвоживание еще когда у нас в теме кишечника? То есть это запускается на сегодня проблема 21 века как раз-таки, когда застои в кишечнике. И запоры – это уже прям болезнь 21 века. Чем чревато это состояние? Это не просто токсичность. Это головная боль. Представляете, то, что должно выйти, а оно сидит по несколько дней, находится в вашем организме, всасывается через кровь, фильтруется через выделительные системы, усугубляя состояние здоровья. И человек, когда в токсичном состоянии находится, у него мысли не могут нормально работать. Вот представляете, да, когда, по-моему, в вас находятся какие-то могут быть мысли созидательные. Откуда бы они взялись? Откуда хорошее настроение взялось? Откуда бы энергия появилась? То есть человек с хронической усталостью – это токсичный человек. Это высокая степень интоксикации как раз-таки и состояние обезвоженности. И вот когда происходит запор, это, соответственно, страдают органы малого таза. И здесь страдает репродуктивная система. То есть у женщин это нарушение менструального цикла, это болезненные месячные, это бесплодие, это ранняя менопауза, это миомы, фибромиомы, различные там новообразования. То есть это всего лишь застой в кишечнике. Вот представляете, какой там процесс там у гинеколога завязан, там что только он на вас не экспериментирует, какие только препараты не применяете. А всего лишь почистив кишечник, убрав обезвоживание, вы придете к состоянию здоровья. И еще один нюанс. Не просто так по H743 внутренних средств. Гормональная система перестает работать, когда происходит закисление. Вот как только у вас гормональная система выстегнулась, неважно, щитовидная железа, либо это репродуктивная система, вы должны четко понимать, у меня сейчас снижен по H внутренних средств. И, соответственно, моя гормональная система выключилась. Она не может работать в этом состоянии. Поэтому вот такие нарушения. И здесь гормональные препараты применять, только усугублять можно ситуацию. Симптоматический метод, конечно, да. Но куда вы идете при этом состоянии? Может, проще привести в порядок свой кишечник и уйти от этого всего? И опять же, какое огромное количество сейчас ЭКО именно пытаются проблему решить по бесплодию. Огромное количество семейных пар. А всего лишь наведите порядок в ваших внутренних средах, кишечники. У вас все заработает как часы. И огромное количество людей на сегодняшний день имеют здоровых детей безо всяких ЭКО, просто почистив внутренние среды. Если мы говорим о здоровье мужчин, то же самое, репродуктивная система. Соответственно, как только застои в кишечнике, нарушение микроциркуляции в органах малого таза, и, соответственно, это приводит к хроническим формам простатита. Это когда свет не мил. Это когда вообще мужчине ни до чего в этой жизни абсолютно не надо. Если это раньше была возрастная тенденция, то на сегодня это значительно все омолодилось. То есть ко мне вот обратилась два года назад женщина, у которой у дочери удалили матку. Матка сгнила в семь месяцев у ребенка. В семь месяцев девочке удалена матка. То есть это все. Жизнь остановилась дальше этого рода. То есть это надо понимать, что вот сейчас информацию, которую вы получите, она действительно ценой в жизнь. И если мы говорим о мужчинах, то тоже раньше 40 лет мужчины вставали на контроль у проктолога, то на сегодняшний день 17-летние пацаны, 20-летние пацаны уже страдают тяжелой формой простатита. Это воспалительные процессы, это бесплодие, и все как бы идет дальше. То есть там сколько он там проживет, да кто же его знает, а дальше это рак. То есть надо понимать, какие процессы запускаются с застоем кишечника. И почему это происходит? Всего лишь процесс обезвоживания. Поэтому важно пить воду в достаточном объеме. Следующие причины заболеваний – это агрессии вируса, грибы, простейшие другие виды паразитов. И мы должны понимать, что мы не в скафандре ходим. Мы находимся в среде как раз обитания патогенной микрофлоры, огромного количества вирусов, огромного количества паразитарных форм. Мы это должны четко абсолютно понять. И о чем нам вот эта часть говорит? То есть все заболевания с окончаниями, и паразит, кто-то там живет. Почему это происходит? Как только внутренние среды ушли в закисление, то, соответственно, создается комфортная среда для обитания чужих. Вы внутри в состоянии болота. И в болоте живет абсолютно все, но далеко не здорового образа. То есть рыбак всегда пойдет на горную реку за именно хорошей рыбой. Он никогда не пойдет на болото. Вот когда мы с заболеваниями, то мы должны понять, мы внутри болота, в котором развивается абсолютно все. Неважно, кто там прижился. И какие заболевания? Ит, простатит, атид, синусит, цистит, стоматит, бронхит. То есть тут огромное количество болезней. Можете найти, загуглить, какие с окончаниями есть, вы четко поймете, что это паразитарные формы. Неважно, кто живет. Определить наличие паразитов по сдаче анализов – это тупиковый вариант. Потому что у нас маркеров на самом деле там не более 20, которые могут определить, кто у вас находится. А если у вас недостаточно аминокислот, который формирует антитела, то, соответственно, у вас антитела не будет вырабатываться на наличие каких-то паразитарных форм. А если у вас это внутриклеточный какой-то паразит, то, соответственно, антитела опять вырабатываться не будет. И вы не сможете определить по анализам. Огромное количество людей, которые просто сдают анализы и говорят, да мы чистые. Нет. Вот все, о чем говорят анализы, это должны понимать, что из нескольких тысяч видов различных паразитарных форм у вас 20 видов не живет. Все, о чем сказали вам анализы. Поэтому включаем просто свой разум и понимаем, как только мы в состоянии депрессивном, как только мы в состоянии любых абсолютно болезней, мы сейчас кого-то там носим внутри себя. Вот, поэтому важно очищаться от чужих, дабы у нас не было никаких заболеваний. И следующая причина – это еда. Мы понимаем, что у нас социальная еда, она пустая, она токсичная, и научитесь читать этикет, если кто-то говорит наивно, что он потребляет продукты питания здорового, там полезные, там эко и т.д. и т.п. Ну, реально, посмотрите на вещи. Откуда бы это взялось там с ДЭКО, да, и там вот такие вообще все шикарные. Да у вас только денег не хватит, чтобы покупать каждый день качественные продукты, и чтобы они еще были в наличии. То есть мы приходим, как на химическую фабрику оружия, в магазин. И когда, мало того, что это химическая еда, так она еще не несет никакой ценности. А нашему организму нужны макро-микроэлементы. Это важно понимать. И болезни наступают именно при хронических формах нехватки макро-микроэлементов. Вот. Поэтому. Вот для понимания это важно. И какую воду нам надо пить. То есть не каждая вода войдет в нашу клеточку. Вода есть биодоступная, есть фильтрованная и бутилированная. И самый жизненно важный показатель это ПАЖ воды. Приближен к константе здорового организма. 7,43. Бутилированная и фильтрованная ПАЖ будет 5,5 и 5, максимум 6. То есть кислая среда. Можете это проверить. Я как химик-технолог, работающий на водоочистных в свое время железной дороги, я вам скажу, намерилась, мама, не горюйте все показатели. Мы как раз делали замеры всей воды, поступающей в питьевого качества, поступающей в магазины и поступающей в жилые дома. Вот. Поэтому, если есть желание, замеряйте. Какая суть? Здесь почему на ежедневном применении такого качества воды чем-то чревато для нашего организма? Начинает вымываться. То есть организм будет бороться всегда за эту константу. 7,43. За счет внутренних резервов. Уходим в сторону закисления. Вымываются самые щелочные минералы. Кальций, магний, калий, натрий. Что происходит? Вымывается кальций из всех абсолютно наших депокосной ткани, в том числе это зубы. И на сегодняшний день в связи с огромным количеством закисляющих продуктов потребления именно детьми, сколько сахаров дети потребляют, вымывается кальций из зубов. И на сегодня ни одного ребенка нет, у которого были бы здоровые зубы. Но нет таких детей. У детей огромное количество переломов связано именно с этим. Не хватает магния, не хватает калия. Это застой жидкости. То есть не работает сердечно-сосудистая система. Это отеки. Это нарушение работы сердца. Это напрямую связано с нервной системой. Магний – жизненно необходимый. Идет минерал. На нем базируется наше сердце, на нем базируется наша вообще в принципе жизнь, в том числе нервная система. Когда нарушение нервной системы, то всегда врач назначит магний B6. Это важно понимать. Почему назначают? Мы ушли в сторону нехватки на ежедневной основе. Наша задача всегда этот баланс держать. Макро-микроэлементов, дабы не уходить в состояние болезни. Следующий важный показатель – это минерализация. И у биодоступной воды 70-73 макро-микроэлемента. Бутилированных, фильтрованных нет, либо это искусственные. И здесь как бы важно опять понимать одно. Нашему организму не нужна вода в чистом виде. Нашему организму нужен электролит, то есть растворенные в ней минеральные вещества, дающие энергию, заряжающие митохондрии наших клеток. У нас всегда происходят какие-то процессы. Сокращение мышц, сокращение сердца, сокращение сосудов, опять же, почки, печени. Все это на сокращение, все это энергия. И когда недостаточно у нас минерализации, то, соответственно, наш организм, наш начинает страдать. Поэтому важен этот показатель. Следующий показатель – это окислительно-восстановительный потенциал. У биодоступной воды отрицательный, у бутилированной, фильтрованной положительный. Наша клетка положительно заряжена. Если у нее всегда будет попадать вода положительно заряжена, то, соответственно, она не в ресурсе, она не получит эту воду. Вода будет стоять в межклеточном пространстве, не попадет в клетку. Человек будет пить воду, а клетка будет в обезвоженном состоянии также находиться. Это окислительно-восстановительный потенциал – это энергия. То есть если бутилированную, фильтрованную пить воду на постоянной основе, а с положительно заряженным именно окислительно-восстановительным потенциалом, то мы в дезресурсе. То есть человек постоянно уставший. Если пьет отрицательно заряженную воду, дающую энергию, то, соответственно, у него он всегда в ресурсе. У него как бы он легко просыпается, у него все хорошо. И, опять же, всасываемость немаловажна. То есть не каждая вода попадает в клетку. Каким образом? Вы пили простую воду, у вас вода будет стоять еще в желудке какое-то время. Вы пошевелили животом, будет бульканье. Когда вы выпили спиртные напитки, до желудка еще не дошло, а в голове уже хмельно. То есть всасываемость – вот что важно. Поэтому вот здесь вода биодоступная, она всегда будет легко всасываться. Она идентична нашим внутренним средам. Именно она будет попадать в наши клетки, занося туда питательные вещества и выводя из нее токсины водорастворимые. Вот. То есть о воде – это самое базовое, мы должны знать. И если мы говорим про очищение от паразитов, и кто-то наивно думает, что от паразитов можно избавиться только одной таблеткой дикариса, нет, это ошибочно. Не менее 45 дней мы работаем с паразитарными формами. То есть если одной таблеткой дикариса взрослую особь можно действительно уничтожить, но мы должны четко понимать, что за свою жизнедеятельность она наплодила. И через 45 дней там опять взрослая особь будет паразитарной формы. Вот дабы таких нюансов не произошло, то, соответственно, травяными продуктами мы работаем не менее 45 дней. Если мы говорим о грибах, то это от 6 до 12 месяцев. И попробуйте химическими препаратами поработать через 12 месяцев. Трак печени обеспечен. Поэтому опять идем к природе, берем набор травяных продуктов, собранных в единое целые программы, в которой есть ферменты растительные, потому что это белковые тела, их надо расщепить, дабы не было интоксикации в организме и вывести. Вот. Обязательно заселение полезной микрофлоры. Иначе свято место пусто не бывает, да, то заселятся там чужие опять. То есть, как правило, грибковые формы вот там же их попадают, заселяются. И по первым, как убираем мы обезвоживание, процесс интоксикации мы убираем, то у нас есть программные решения. Здесь это Coral Detox и Coral Detox Plus. Вот. Либо программа Здоровый Стар. То есть, эти программы, как первичные, они очень хорошо убирают обезвоживание, запускают работу пищеварительной системы, убирают интоксикацию организма. Поэтому для начального этапа вот эти программы просто идеальны. Если мы говорим по работе с паразитами, то, соответственно, у нас программы есть Здоровый Кишечник, Порошилд и Порошилд Плюс. А также есть уникальные программы, это Calavada, Calavada Light, либо Calavada Плюс. То есть, это программа по очищению кишечника. Кишечник наш далеко не ровной формы, и всасываемость питательных веществ происходит через ворсинки. За счет потребления слизи, образующей еды, у нас это все заклеено. Всасываемость нарушается, именно поэтому, какие бы вы не пили потом хорошие препараты, из витаминов и минералов, вы дорого будете кормить свой унитаз. Это все не всосется в кишечник. И немаловажная задача у кишечника – это выброс токсинов через лимфатическую систему. А у вас, если заклеен кишечник, то, соответственно, токсины не могут выйти. Это все остается во внутренних средах и дальше выбрасывается на кожу в виде аллергических реакций. Поэтому аллергия – не болезнь, это состояние организма, токсичное состояние организма. Плюс наличие паразитарных форм. Поэтому важно за кишечником следить, важно проходить программы очищения, и тогда уже на чистый кишечник хорошая всасываемость, меньше продуктов употребляет, но качественнее они входят в наши клеточки, в их состав макро-микроэлементов. И немаловажно это понимать, что надо нашему организму из питания. Есть коды клетки. Можно загуглить. То есть каждый день клетки важно. 28 аминокислот, 12 витаминов, 15 минералов, 7 групп ферментов, 3 полиненасыщенные жирные кислоты и микробиота. И это каждый божий день, чтобы было в нашей тарелке, иначе наш организм не будет работать. Один только цинк участвует в 300 функциях нашего организма. Это гормональная функция, это противовоспалительная, это кожа наша, это профилактика рака, это профилактика простатита. Поэтому очень-очень важны. Не хватает витаминов только группы В. Соответственно, снижение идет работы нервной системы. Это получается, витамин группы В участвует в формировании клеток крови. И у кого именно низкие показатели гемоглобина, нехватка витамина группы В. Так вот здесь, опять же, важно понимать, не надо доводить свой организм до хронической нехватки, надо на ежедневной основе, в минимальных дозировках, натурального, абсолютного происхождения, это принимать каждый Божий день. Если у нас нехватка минералов, то мы уходим в сторону закисления, и мы понимаем, хоть одного минерала щелочного не будет хватать, в сторону закисления ушли, это болезни. Ферменты нам важны не только для переваривания пищи качественного, но ферменты еще участвуют в огромном количестве различных функций нашего организма, в том числе они расклеивают клетки нашей крови и делают кровь именно текучей, жидкую кровь делает вода, биодоступная, а текучей наличие ферментов. И когда у человека высокое давление, это как раз-таки нехватка ферментов, кровь вся склеенная, плюс обезвоживанная. Когда у нас достаточно растительных ферментов, когда у нас достаточный объем внутренних средств, именно жидкости, то тогда кровь текучая и никакого давления никогда не будет. То есть давление – это состояние внутренних средств. Это важно понимать. Микробиоту почему очень важно каждый день восполнять, потому что понервничали, микробиота погибла. А микробиота – это наш иммунитет. И ежедневно она погибает. И употребляем мы пищу, которая у нас обработана антибиотиками. Это все мясо, это кисломолочная вся продукция. Плюс у кого удалены именно… Господи, как она слепая, эта кишка. Аппендиксы, да, то аппендикс – это колыбель для как раз-таки размножения полезной микрофлоры. И мы его удалили по каким-то причинам. И, соответственно, полезной микрофлоре негде развиваться. Происходит вскучивание, бесконечное газообразование, дискомфорт в желудке, в кишечнике. Вот это важно понимать. Дабы таких процессов не было, микробиоту мы должны употреблять каждый божий день. И код клетки – это у нас программы Nutri-Pack, Immunity-Pack. Это у нас огромное количество витаминов и минералов, которые можно просто так добрать. Это спирулина, кладезь Амин.